Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Начинаем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент мы видим продолжение восходящего тренда. Ближайшая цель по восходящему движению находится в области 1.16. На текущий момент ближайший разворотный уровень, который мы можем отметить, находится на локальных минимумах, которые были зафиксированы вчера в области отметки 1.15. Преодоление и закрепление ниже данного уровня по паре откроют нам перспективы коррекционного нисходящего движения по данной паре. Основное направление все-таки пока остается восходящим с ближайшей целью, как я уже сказал ранее, движения в область 1.16. Пара британских фунтов, американский доллар продолжается корректироваться. Вчера хоть и не смогли обновить локальные минимумы, но тем не менее, после ухода ниже минимальных значений 17 июля тенденция остается на ослабление. Если говорить о возврате к покупкам, то здесь паре британских фунтов, американский доллар необходимо преодолеть отметку максимальных значений, которые были вчера, отметка в области 1.30.50. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Целевая область находится по значениям 81.40. Ближайший разворотный уровень для начала коррекции по данной паре находится в области минимальных значений, которые были вчера, отметка 7.903. Пока пара торгуется выше данного значения, тенденция остается на укрепление в рамках краткосрочного, также среднесрочного и долгосрочного тренда. Пара американский доллар и японская иена также продолжают снижаться. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях вчерашнего дня, отметка 112.26. Уход выше данного уровня и закрепление за ним откроют предпосылки на начало коррекционного восходящего движения по данной паре, а уже по завершению данной коррекции вновь поиск ситуации для продажи будет актуален. Ближайшая цель по снижению находится в области 108.99. Пара американский доллар и канадский доллар точно так же продолжают снижаться. Целевая область находится по значениям 1.2520. Ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на максимуме, который был вчера, отметка 1.2652. Пара еврофунт продолжает укрепляться. Ближайший разворотный уровень краткосрочный находится в области минимальных значений вчерашней торговой сессии, отметка 88.28. Преодоление закрепления ниже данного уровня откроют предпосылки на продолжение нисходящего движения по данной паре. На текущий момент в рамках краткосрочного направления тенденция остается на укрепление с ближайшей целью движения в область 89.45. Золото продолжает укрепляться. На текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимальных значениях, которые были вчера, отметка 1.235 долларов за тройскую унцию. На текущий момент продолжение движения в области целевых максимумов в значении 1.295 сохраняется. Нефть марки Brent продолжает также укрепляться. Ближайший разворотный уровень на текущий момент мы можем отметить на минимуме, который был вчера. Так как вчера мы видели и обновление локальных максимумов, что подтверждает настрой движения нефти на укрепление. Поэтому ближайший разворотный уровень мы можем отметить в области 48.48, минимум, который был зафиксирован вчера. По индексу DAX мы видим сегодня с утра попытки закрепиться выше максимальных значениях вчерашней торговой сессии. Если индексу DAX это удастся в ближайшее время, то уже в рамках краткосрочной тенденции мы можем говорить о продолжении укрепления по индексу DAX и целевому движению в область 12663. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Увидимся на наших следующих обзорах.